Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала Уллправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. В Корсунском районе обнаружили контрафакт на 5 миллионов рублей. Ульяновск стал городом-пилотом по реализации федерального проекта «Умный город». Проезд в ульяновских трамваях подорожал. Минувшие выходные сельскохозяйственная ярмарка прошла в Засвияжском районе Ульяновска. К торговому комплексу «Звезда» съехались товаропроизводители со всего региона. Это как крупные сельхозпредприятия, так и личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели. В ярмарках Засвияжья одна из посещаемых. В этот раз за продуктами приехали больше 15 тысяч человек. По итогам ярмарки было продано 11 тонн картофеля, по 2 тонны моркови и репчатого лука, тонны капусты, столько же свеклы. Помимо этого реализовано более 25 тонн мяса, мясных и колбасных изделий. В целом аграрии наторговали на 7 миллионов рублей. Лучшие участники ярмарочной торговли были отмечены благодарственными письмами Министерства агропромышленного комплекса. Следующая торговля сельхозпродукцией развернется 6 апреля в Димитровграде на площади Советов. Губернатор Сергей Морозов поручил разработать законодательные решения по консолидации всех предпринимателей вокруг общественных объединений. Темы взаимодействия с бизнес-сообществом и вовлечения большего числа предпринимателей в работу общественных объединений станут одними из ключевых в инвестиционном послании губернатора. Его глава региона озвучит 2 апреля. Власти, бизнес и их отношения в России были всегда непростыми. То власть не принимала отстраненность бизнеса от решения государственных проблем, то бизнесу не нравились формы поддержки и реформы, которые предлагала власть. Губернатор Сергей Морозов предложил выстраивать диалог иначе. Мы приняли решение по примеру того, что было сделано на федеральном уровне. Вы помните, наверное, о том, что как только Шувалов перешел из правительства в ВЭП, то было принято решение о том, что Внешэкономбанк теперь является главной государственной, такой национальной корпорацией развития. Прежде всего, бизнес в Ульяновской области, по мнению губернатора, нуждается в объединении. Регион готов оказывать поддержку каждому, но один человек просто не виден за спинами других. Отсюда и желание объединить предпринимателей вокруг общественных организаций, создавая сообщество, например, животноводов или промышленников. Это позволит упорядочить диалог, эффективнее работать и быстрее развиваться. Не весь бизнес, к сожалению, на текущий момент осознает важность вступления в подобного рода общественные организации. Ведь чем нас больше, тем мы больше влияем на формирование делового климата и экономическое развитие и региона, и страны. Поэтому мы неоднократно приводим европейские примеры и говорим о том, что вот в Европе отлично, там хорошая налоговая система, там адекватные меры поддержки. Но почему там так? Потому что там сам бизнес формирует все эти меры. Бизнесу будет легче существовать, если он будет участвовать в общественных объединениях. Бонусы – выстраивание кооперации и сотрудничества с новыми партнерами. Во многих странах мира объединения предпринимателей обязательны для выстраивания бизнеса. Причем это ведется еще со средних веков. Достаточно вспомнить ремесленнические цеха и купеческие гильдии. Они не теряют свою актуальность и сейчас. Первое заседание рабочей группы по выработке инициативы, по стимулированию вступления хозяйственных субъектов в различные предпринимательские объединения. Мы сегодня выработали, посмотрев перед этим, безусловно, мировой опыт тех юрисдикций, где членство во всех объединениях – это обязательно. Посмотрели, что мы можем сделать, исходя из нашей юрисдикции, российской юрисдикции. Бизнес-климат меняется. Несомненно, нужны подзаконные акты и работа законодателей. Однако сам вектор развития нов и перспективен. Условия бизнес-игры нужно менять. И бизнесу предоставляется великолепный шанс участвовать в формировании этих правил. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. В региональном правительстве прошло несколько совещаний, темы которых будут также отражены в инвестиционном послании губернатора. На одном из них обсудили важные финансо-экономические вопросы. Как повысить инвестиционную привлекательность муниципальных образований? Этот вопрос обсудили на совещании по финансо-экономическим вопросам с участием Сергея Морозова. Возьмем не в целом весь спектр вопросов, которые формируют инвестиционный деловой климат. Возьмем конкретно все, что связано с инфраструктурой, прежде всего дорожной инфраструктурой. Для нас это очень важно. Как отметил министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин, ежегодное финансирование федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» увеличивается. Если в прошлом году по данной программе в регионе было построено 4 дороги и объем затрат составил 143 миллиона рублей, то в этом году финансирование программы выросло в два раза. Объем средств, которые выделены в 2019 году на строительство автомобильных дорог под программой «Устойчивое развитие сельских территорий» составляет 304 миллиона рублей. Мы понимаем, что эта сумма очень-очень приличная, очень весомая для регионального бюджета, и поэтому важно обеспечить принципы эффективности расходования бюджетных средств. В текущем году предполагается реконструкция и строительство трех автомобильных дорог. Двух в Индинском районе, в поселке Свет и село Юлова, и одной дороги в Новом Малаклинском районе, которая ведет к селу Якушко. На совещании выступили главы муниципальных образований, которые доказали необходимость строительства дорог в названных вышенаселенных пунктах. С развитием дорожной инфраструктуры туда будут привлечены огромные инвестиционные средства различных компаний, которые в дальнейшем пополнят региональный бюджет. Заодно в районах будут созданы дополнительные рабочие места. Также на совещании обсудили основные направления работы в сфере приватизации государственного имущества, которая должна быть завершена до 1 января 2020 года. Из 148 объектов, которые у нас планируется включить в прогнозный план приватизации, здесь работа она больше, работа дольше, потому что необходимо провести катастрофу работу как на объект недвижимости, так и по разделу земельного участка. Шесть объектов у нас включены в прогнозный план приватизации, из тех которых выявлено. Два из 56, которые необходимо включить будет в Министерство правоохранения, два – это объекты лесного хозяйства и два – это объекты ветеринарии. Чтобы упорядочить и ускорить работу по приватизации объектов, Сергей Мишин предложил утвердить план мероприятий по формированию земельных участков и объектов недвижимости для списания и включения в прогнозный план приватизации. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости «Ульяновской правды». С сегодняшнего дня в Ульяновске повышается цена на проезд в электротранспорте. Согласно новым тарифам, плату за проезд на трамваях и троллейбусах планируется повысить до 20 рублей при наличном расчете и до 18 рублей при оплате по электронной карте. Подробнее о нововведении расскажет наш корреспондент. С сегодняшнего дня повышается стоимость проезда в трамваях и троллейбусах. И это не первоапрельский розыгрыш. Билет на одну поездку теперь стоит 20 рублей при наличной оплате. И 18 рублей, если пассажир оплачивает электронной картой. То есть безналично. До этого стоимость проезда составляла 17 и 16 рублей соответственно. Это вынужденная мера. Довольно непопулярная, но все-таки предприятие должно жить, существовать в связи с тем, что на сегодняшний день подорожали все услуги, товары, народное употребление, которое нам необходим для ремонта подвижного состава. Выросли цены на коммунальные услуги. А ведь для трамваев и троллейбусов нужны электричество и отопление в холодное время года. Кроме подвижного состава необходимо ремонтировать и дорожные пути. При нормативе 19 километров с 2007 года силами трамвайщиков были починены рельсы всего на трех участках. Это улица Марата и Радищева и стрелка у торгового центра «Спартак». В этом году предстоит ремонт на улице Тимирязева, а дальше по верхней полевой. Хорошо, что работники электротранса все умеют сами. И вагоны реставрируются, и рельсы укладываются. Необходимо заниматься обновлением парка. Большинство вагонов 70-80-х годов выпуска из несуществующей уже Чехословакии. Недавно из Москвы в город прибыли несколько трамваев, безвозмездно переданных столичным правительством. Сейчас рассматривается возможность в ближайшее время взять в лизинг 30 новых вагонов. Кстати, себестоимость проезда по итогам прошлого года составила 27 рублей. Предприятию помогает областное правительство. Из бюджета выделят 200 миллионов рублей субсидий. Мы анализировали, конечно же, информацию по стоимости проезда и в других регионах Приорского федерального округа. Но традиционно город Ульяновск здесь занимает одну из, скажем, низких позиций по тарифам. Самые дешевые тарифы до недавнего времени были. И даже сейчас при поднятии тарифа до 20 рублей за наличный расчет, а до 18 за бездаличный расчет, мы, тем не менее, являемся самыми дешевыми в этой нише. Без изменений останется стоимость единого социального проездного билета для федеральных и региональных льготников. Он так и будет за 300 рублей. Этим правом в области пользуются около 30% жителей города. Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня «Ульяновская правда». Ульяновск – пилотная площадка для реализации проекта «Умный город». В марте на Международном форуме «Умный город. Инструкция по применению» в Калуге было подписано соглашение о включении нашего региона в число пилотных площадок наряду с Сочи, Пермию и Сургутом. Подробнее в нашем материале. «Ульяновск» вошел в число пилотных площадок для реализации проекта «Умный город». Главная задача программы – сделать использование энергоэффективных решений по всем местным на территории нашей страны, не только в коммунальном комплексе, но и при формировании городской среды. Это продолжение федеральной программы «Комфортная среда». Она направлена на улучшение качества жизни жителей города Ульяновска. На сегодняшний день составлена дорожная карта, которая включает в себя более 30 пунктов реализации данной программы. Суть проекта проста – создать комфортные условия для жизни населения. Речь идет о каждой сфере жизни – образовании, здравоохранении, дорожном хозяйстве. Некоторые наработки в правительстве уже имеются. Например, снабдить каждую остановку общественного транспорта электронным табло, где ульяновцы смогут отследить приближение автобуса. Или же запустить электронный сервис для обращения граждан по вопросам благоустройства. Та инфраструктура, городская инфраструктура, которая сейчас существует во многих городах, требует реновации. И, конечно, этот проект должен ответить на основной вызов – это сделать эту инфраструктуру городского хозяйства достаточно современной, удобной, понятной. В середине апреля в Ульяновске пройдет стратегическая сессия, на которую соберутся эксперты в области информационных технологий, связей и цифровой экономики. На мероприятии планируют обсудить дальнейший план действий по проекту. Анна Тищенко, новости «Ульянской правды». Сотрудники правоохранительных органов пресекли канал поставки контрафактной табачной продукции. Складские помещения в Корсунском районе служили для злоумышленников точкой хранения немаркированных сигарет. Дальше контрафакт мелкими партиями отправляли в торговые точки региона. После обысков было найдено 380 коробок различных табачных брендов. Всего насчитано 190 тысяч пачек на сумму 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. В рамках 57-го Международного музыкального фестиваля «Мир эпох и имена» на сцене Ленинского мемориала выступила звезда отечественной эстрады, джазовая певица и актриса Лариса Долина. На концерте побывала Ирина Антонова. Народную артистку России и любимицу публики Ларису Долину в Ульяновске встретили бурными аплодисментами. Талантливая джазовая певица-актриса трижды выигрывала национальную музыкальную премию «Овации». Также она лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов артистов эстрады. Ее голос звучал во многих знаменитых советских кинолентах. Но Лариса Долина напомнила, что ее музыкальная карьера началась здесь, в стенах Ульяновской филармонии. Звезды аккомпанировал Ульяновский государственный академический симфонический оркестр, губернаторский. За дирижерским пультом стоял еще один именитый гость фестиваля – Фабио Мастранджело. Один из самых востребованных дирижеров России и мира. Он не в первый раз принимает участие в фестивале «Мир эпоха имена». В прошлом году Фабио дирижировал ульяновским оркестром, когда выступала японская скрипачка Маюка Камио. Зная, какая любовь горит внутри Ларисы Долины для джаза и какая она шикарная исполнительница джаза, я думаю, что обязательно надо, чтобы один из концертов был ее, ее специальная программа, которую мы вместе с ней придумали абсолютно с нуля. Естественно, какие-то произведения она раньше пела, но даже некоторые она специально выучила для этой программы. Народная артистка России Лариса Долина представила яркую праздничную программу «Весна в ритме джаз», в которой прозвучали известные произведения Джорджа Гершфина, Коула Портера, Исаи Берлина, Джерома Керна. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok